Одесса ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Михайлович Жванецкий Это живой привет одесситам Это живой привет из Одессы И я хочу Предоставить ему слово Но сначала я задам пару вопросов Только что закончился концерт Как публика, Михайлович? Прекрасная публика Я просто поздравляю город Мельбурн Потому что я уже всегда говорил Так как я могу определить качество людей со сцены. Не думаю, что может быть только начальник, который работает с этими людьми. Поэтому я поздравляю просто власти города с приобретением такой миграции прекрасной. Это прекрасная публика. Я давно не чувствовал такого взаимопонимания. Просто на полнейшее взаимопонимание. Но оно нарастало с каждой секундой. И вот я сейчас, пошли концерты, извините, я сижу, сил нету. Два часа. Огромное удовольствие. Это незабываемый для меня вечер. Спасибо. То есть вы получили удовольствие здесь в Мельборне, в Австралии. Вы уже второй раз здесь, Михаил Михайлович, я знаю. Вы были 10 лет назад. За это время много воды утекло. Сбылись ли предсказания Высоцкого? Вы были по всему миру. Вы помните, он пел песни «Сотвори Господь, хоть 50 Одесс, все равно в Одессе будет тесно». Так тесно ли в Одессе, Михаил Михайлович? В Одессе сейчас как вам сказать, нет, не тесно. Сейчас в Одессе просторно, потому что многие уехали. Одесса, можно сказать, здесь больше, там больше не живет, на том старом месте. Там это сказал не я, это прекрасно написал книгу, такой один журналист, бывший одесский. Могу сказать только, что также по-прежнему очень много людей, но в записной книжке у меня осталось 4 телефона, поэтому Одессу я сейчас использую как дом творчества. Тишина, мне не звонят, я не звоню. Но вы знаете, все-таки тем не менее город живет очень такой жизнью. Я все-таки обращаюсь к Одесситам, наверное, и тем, кто знал Одессу. Вот интересно, действительно, очень много уехало людей, и сейчас, чтобы вылечиться, надо выехать, чтобы что-то послушать, надо выехать, чтобы что-то прочесть, с кем-то поговорить, все время нужно выезжать. Но тем не менее, народу много, город хорошеет, частный капиталом свое берет, витрины магазинов сияет, кафе полно столиков на улицах. Для тех, кто живет в Одессе постоянно, ну я живу в Одессе и в Москве, но для тех, кто проводит там времени много, виден прогресс. Для тех же, кто приедет из Мельбурна либо из Сиднея, конечно, он будет недоволен, потому что сравнение не выдерживает. Но со старой Одессой сравнение выдерживает. Очень Аркадия преобразилась. Масса музыки, масса кафе, масса людей. Не тех, но людей масса. А что театры одесские? Здесь и сейчас полны, и на гастроли приезжают московские, столичные театры сейчас, петербургские. Да, да, огромное количество гастролей. В основном театры одесские, я же говорю, в основном надо приезжать гастролеры. Одесские театры пока ведут такое прозябающее существование. И вроде билеты недорогие, но как-то, вы знаете, вот кончилось то время, когда в театр ходили ахнуть, когда ходили в театр, чтобы сделать какое-то открытие, когда в театр ходили для того, чтобы услышать что-то, чего ты не слышал, не мог прочесть нигде. Сейчас театр не дает той информации, к сожалению. Эту информацию газеты, радио, а театр отстал. Театр дает только развлечения. Это немножко маловато для публики. И поэтому театр страдает, пока он не встал вровень с прессой. Да. Кстати, вы недавно сказали в интервью, что что-то плохое творится со зданием Одесского оперного театра. Я помню, что в мои детские годы, юношеские годы там делали колоссальный ремонт, что-то подкапывали, под него фундамент меняли, жидкое стекло заливали. Что сейчас? Ну, видимо, все это осталось на месте. Жидкое стекло, к счастью, никто не украл из-под оперного театра. Но он, тем не менее, проседает. Сейчас туда забивает сваи. Такие специальные сваи, причем, очень хорошо придумали. Модиситы, они забивают сваи. И каждая сваи имеет имя свое. То есть, это свая имени того человека. Она стоит полторы тысячи долларов. Это носит имя того, я не знаю, туда, наверное, нужно, ну, какое-то количество сваи, 400-500. Она носит имя того, кто пожертвовал деньги. Вот я дал концерт там, шефский, значит, у меня есть своя свая. Какие-то богатые одесситы из разных стран мира, кто что мог перевести, там, город Чикаго, но наша эмиграция скинулся на одну сваи. И там будет написано от чикагских евреев, от чикагских одесситов. Все это будет на стенах Одесского оперного театра. И театр, я думаю, ну, наверное, еще года, полтора-два он будет выравниваться. Он сейчас как Пизанская башня. Он чуть-чуть. Но так откликнулись во всем мире, что, я думаю, он придет. Даже министр чрезвычайных ситуаций Шойгу приезжал в Одессу, вынул полторы тысячи, дал на сваю. Ну, каждому приятность, чтобы там было, конечно, его имя на стене театра. Молодец. Это ведь он министр чрезвычайных ситуаций России, не Украины. России, не Украины. Там было просто совещание. И он приезжал, вот он дал. я думаю, что за ним еще кто-то там скинулся. Но он один дал полторы тысячи, получил сваи своего имени. То есть, одесситы поддержат свой театр, да? Будем надеяться. И вот мы находимся у главного архитектора города Одессы. Представьтесь, пожалуйста. Глазырин Владимир Львович. Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно у нас в гостях в Мельбурне был Михаил Михайлович Жванецкий. В интервью данному нашему телевидению он рассказал о проблемах, которые сейчас встретил Одесский, здание Одесского оперного театра. Он рассказал о сваях необходимых для города, для театра. И мы решили, поскольку это совсем рядом от Мельбурна, Одесса, наша родная, взять интервью первого лица ответственного за сохранение театра. Расскажите, пожалуйста, что и как идут дела, и что возможно, и что необходимо. Был проведен конкурс на на спасение театра, так скажем. Выиграл проект Киевского Допрограда, который имеет большой опыт строительства и реконструкции театральных именно зданий. Был проведен тендер наподряд. Создана дирекция театра, реконструируемого, так сказать, театра, не творческая дирекция, именно реконструируемого театра. Причем все работы организованы таким образом, что труппа сохранена и она выступает на концертной сцене, на театральной сцене. То есть параллельно ведутся работы по укреплению театра и проходят театральные спектакли. Нужно было забить 1500 свай для того, чтобы привязать театр надежно к фундаментам и вот к этим сваям. Из них забито абсолютное большинство, более 1200 свай уже забито. Осталось незначительное количество свай. Каждая свая оценивается примерно стоимостью в 1000 долларов. И наша диаспора, так сказать, по всему миру также участвует и проявляет желание участвовать. свай это именные, то есть выдается сертификат специальное удостоверение, что эта свая как бы финансирована каким-то конкретным гражданином, физическим или юридическим лицом. Выдается специальный сувенир, такой очень красивый из оптического стекла КУК, которым лазерным мячом выгравили внутри объемно-пространственный вид нашего знаменитого оперного театра, построенного на конкурсной основе по проекту архитекторов Гельмера и Фельмера, венских архитекторов в городе Одессе после того, как сгорел до этого существовавший в этом месте оперный театр. Мы недавно провели в Одессе конкурс на лучшее благоустройство территории вокруг оперного театра, о создании двух площадей. Одна со стороны Решеверской перед оперным театром, пешеходная большая красивая площадь должна быть создана местом обычно уличного перекрестка Ложероновской и Решеверской. И вторая площадь это в сторону Думской площади, в сторону здания Морского музея, то есть та площадь, которая изначально была главной театральной площадью, когда прежний театр стоял главным фасадом на восток в сторону Думской площади. Там планируется также создание большого красивого цвета музыкального фонтана. Один из конкурсных проектов сделал предложение создать там такой виртуальный рояль из золотой решеточки, большой концертный рояль, который будет, так сказать, весь окружен струями воды и цветовыми какими-то сполохами, эффектами. Возможно, что именно эта скульптурная композиция виртуальная будет осуществлена на этой площади. Дальше нужно будет также отреставрировать штукатурку, отреставрировать интерьеры, кровлю, скульптуры, помены, прежде всего, и другие скульптурные композиции, которые очень богато украшают пластику нашего фасада, нашего знаменитого театра. И театр возродится. Сегодня уже состояние работы таково, что информации ему уже не угрожают. Он уже привязан достаточно крепко к этому свайному фундаменту. Большое спасибо. Я знаю всю жизнь одессит. Нам говорили, что Одесский театр второй в мире по красоте после Венского. Дело в том, что мы одесситы считаем, что он первый в мире. Совершенно с вами согласен. Венские театры, вы знаете, что один городской театр был построен и там даже два архитектора, которые его построили. Один умер от инфаркта, другой покончил с собой, поскольку население тогдашней Вены не приняло этого проекта. И я должен сказать, что эти здания конечно же Вена, столица Австрии, они конечно может быть более помпезные, более крупные, но они более сухие по пластике. Совершенно с вами согласен. Совершенно с вами согласен. Я специально для этого заехал в Вену, примерно месяц назад я там был, и пошел в театр. Да, действительно, он и снаружи хуже смотрится, чем наш. Он посуше. И зал. Единственное, лестница там у немножко более помпезная такая парадная лестница, больше, чем у нас. Но наш театр это игрушка, это лучший в мире. Я совершенно согласен. Получил свои своего имени. Одесситы поддержат свой театр, будем надеяться. Михаил самое важное, самое нужное. Я с собой захватил вы видите ваш журнал, вашу газету, вашу биографию. И я взял одну самую интересную вещь. Дело в том, что одесситов везде подстерегают любители заработать, что ли, на одесском имени. Вам это, наверное, хорошо знакомо. Если на афише написано что-то про Одессу, зал уже полон. Я сохранил на память вам, надеясь о когда-нибудь состоявшейся встрече в будущем, афишу, на которой написано ваше имя. Я был на этом спектакле в Харькове, но там не было ни ваших слов, ни вашего присутствия. Сейчас я вам подарю вам эту афишу академический ордену Трудового Красного Знамени Театр Сатиры. Жванецкий. Жванецкий написал. Я пришел и купил билет с участием Спартака Мишулина. Боже мой, никогда в жизни никакого спектакля, никогда, никакой пьесы у меня нет. Да, спасибо вам. Харьковский государственный Украинский Драматический Театр. Вечно Харьковский Театр в таком бедственном положении. Спасибо. Я попросил у него автограф у Мишулина. Почитайте, что он написал. На память с извинениями за что тут испорченный вечер. Я потребовал сетки. Да. Спасибо. Я желаю вам всего хорошего. Спасибо. Я желаю вам и Одессе. Я рад, что вы в Одессе. Что вы не покинули Одессу. Я знаю, что вы и сейчас 2-3 месяца в году. 4-5 месяцев. 4-5 месяцев в Одессе. Значит, Одесса не пропадет. Всего вам хорошего. Спасибо. Будьте счастливы. Спасибо. Мишиканскими усилиями и кровью в многолетней борьбе построили систему под названием «Не то, что нужно». Долго обсуждали и приняли единогласно Конституцию, вскоре названную «Херня собачья». Херня собачья. Страдали на баррикадах, отстояли и выбрали руководство, получившее название. Вот суки, ну что ты скажешь? Какие сволочи, а? Выбирали, выбирали и выбрали президента, обалдел от неожиданности. Не он это, ребята. Жили как могли с криками «Не так живем, не так». Любили одних, женились на других, спали с третьими, шепча детям «Там хорошо, где нас нет?» «Да где ж вас теперь нет?» Думали дети и шли громить памятники, кладбище, ругаясь по дороге. Не то делаем, не то. Они ж не виноваты. Эх, опять не то. Всё. В нашей жизни, в нашей жизни что хорошо? Выращиваешь, поливаешь, окучиваешь, удобряешь, ухаживаешь, лелеешь. Хочешь съесть? Свистнули. Копишь, работаешь, подрабатываешь, бегаешь, учишься, сдаёшь на права, садишься ехать, спёрли. Строишь себе лучшую жизнь, мучаешься, не домогаешь, не доедаешь, только собираешься жить. Стырили и рядом живут. И под музыку. Той жизнью, которую всем нам обещали. Аминь. Никогда. А на этой страничке я ответил на вопрос, на главный вопрос, кто прав, те, кто уехал оттуда или те, кто остался. Слушайте внимательно. Казалось бы, затрепанная страничка, а ответ есть. Первое. Вначале были правы те, кто уехал. Потом недолго были правы те, кто остался. Потом долго были правы те, кто уехал. И опять недолго были правы те, кто остался. Сейчас снова правы те, кто уехал. Хотя когда-нибудь, я думаю, слова уехать и возвратиться будут значить одно и то же. Это будет зависеть от того, куда еврея поставишь лицом. ой, сегодня у нас большая программа, граждане. Во-первых, сегодня первый мой город в Австралии, я буду считать все. На вас я проверю. на Сиднее уже там будет отработанный вариант, там уже, конечно. Я уж так уважаю город Мельбурн, что я помню в Канаде Монряев все время назвал Мельбурном. стыд и позор, стыд и позор. Жители Мельбурна, хотя там Канада. Вот я хочу сейчас прочесть небольшой разговор президента и народа. Ну как, уверенно спрашивает президент у народа, если можно, конечно, уверенно спросить. Хреново, не уверенно отвечать народу. Совсем, что ли, спрашивает президент? Очень уже уверенно отвечать народу. Значит, скоро начнется улучшение? Так оно вроде уже было. Улучшение было, если ухудшение сейчас. Ну, видимо, так, говорит президент. Если, конечно, считать дефолт. Вот, мы тоже так думаем. Если как-то сообразить, то был некий окей. Почему окей, говорит президент? Я даже думаю временами олрайт. Это по-нашему как будет? Ну, не так пенола. Значит, чего ожидаем, спрашивает народ? Начало подъема с нижней точки упадка. А вы продукты наши давайте, говорит народ президенту. Вот я и американцам так говорю. Шлите нам наши продукты. Да, говорит народ, пусть шлют наши, они и вкуснее, и привычнее, и хуже хранятся, значит, больше можно съесть. И пусть нахальными такими не будут, говорит народ. Мы такого еще не видели. От каждой нашей просьбы просто наглеют. Да, говорит президент, но мы их здорово уконтропупили нашим дефолтом. Мол, то, что одалживали, не отдадим никогда, но еще одалживать будем. То есть, у них и речь отнялась, и наглости, как не бывало, так что с победой вас, дорогие соотечественники. Конечно, когда я приезжаю в Америку, в Австралию я уже не был лет 10, но когда приезжаю в Америку, знаете, ну целая порода людей, исчезнувших совершенно, я встречаю. то есть, очень пожилых людей, наши. Я встречаю тех, кого бы не хотел видеть. Они живут. Поднимается на сцену, кто-то, бааа, смотрю какой-то конферансе, 90 лет, 90 лет, 90 лет. Значит, вот, слава медицине. Не знаю, как австралийский, но, скажем так, слава американской медицине. Теперь несколько слов, ведь в чем сила моих концертов. Вот я сейчас, прочитаю произведение, потому что после моего концерта вы все выносите твердое убеждение, что вы правильно сделаете. Так что тут дело не только в смехе, но еще и в этой убежденности, которая возникает у вас. А я сам, конечно, должен жить там, для того, чтобы приезжать сюда и время от времени подтверждать это ваше убеждение. Ну и, конечно, я буду жить там, чтобы дать сигнал. Если все будет хорошо, возвращайтесь. Это, конечно, очень, конечно, было бы приятно. Вдруг вы все вернулись, знаете, такой утренний крик, мама, мама, они прилетели. И сидят на тротуарах, на подоконниках. Конечно, не хватает, конечно, не хватает. Что говорить, вас здорово там не хватает. И публика, публика несколько другая. Моя публика, к сожалению, здесь, хотя я сам должен быть там. Именно должен сообщать вам такие новости. Я буду тот рак, который свистнет, когда надо возвращаться. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ